Ну что, дорогие мои, ноутбуку у меня почти год, и мне было интересно, как он сейчас будет тянуть новые игры, или, по крайней мере, те игры, которые выходили с 23 по 24 год. Полные характеристики, что с ним как, вы можете посмотреть на моем прошлом ролике, где я полностью о нем рассказывала. Здесь же я хочу окунуться именно в то, как он будет тянуть то, что вышло сейчас. Если говорить о том, что с ним вообще случилось, как он себя ведет, я вам честно скажу, что ничего не изменилось. Вот он как приехал ко мне в идеальном состоянии, он в точно таком же идеальном состоянии и остался. Ну, единственное, может, вот тут вот какие-то будут пятнышки, которые я старалась как-то все это протирать уже последние полчаса. Ничего с ним плохого не произошло. От слова совсем. Итак, дорогие мои, отмечу важные детали. Процессор i9-12900H и видеокарта 3066 гигабайтами памяти. Оперативка 16 гигабайт. Более подробно про сам ноутбук вы можете посмотреть, перейдя по подсказке вверху ролика, либо же по ссылке в описании. Игры, которые я тестировала, выходили с 2023 года по нынешней на ПК, уже после покупки моего ноутбука. Именно поэтому мне было интересно, что же сможет показать Colorful через год. Проверяем. Начнем с Алана Вейка 2. Ну, друзья мои, вы видели и уковили. Он же невероятно божественно прекрасен. На высоких настройках игра показала сильные скачки от 48 до 75 фпс. Визуально я не могу сказать, что была разница со средними настройками. Однако торможение при включении катсцен было прям очень сильное. Средние же показали от 55 до 63 стабильные. Скачков до 75 не было, если не переходить в меню. Однако визуально меня полностью устраивали средние настройки. Но это еще не все. Низкие же показали от 60 вплоть до 80 фпс. Однако самую лучшую оптимизацию выдал GeForce со стабильными 60 фпс. Он понизил общее отражение и SSR. А вот качество прорисовки и деталей оставил на высоте. Таким образом добившись прекрасного для меня результата. Такийский дрифт в лице Armored Core показал следующие результаты. Не, ну это реально такийский дрифт. Вы просто посмотрите, как он летит на орбиту. Так как это фромы, то у них все просто. Четыре варианта графики и все. То есть тут по сути вообще ничего нет. На максимальных катсценах выдавал стабильные 60 фпс. Причем походу не стабильные, а именно вот не двигающиеся. А в самой игре от 78 до 95. На высоких же от 85 до 110 стабильные. На средних от 95 до 115. А низкие выдавали все 98, 120. Визуально мне понравились и максимальные, и высокие, и средние настройки графики. Baldur's Gate 3. Я точно поняла, что заходить в эту игру надо на полгода минимум. Ультра на стойке показали стабильные от 70 до 80 фпс. Высокие же стабильные 85, средние от 95 до 100, но с проседами. А низкие стабильные 110, 120 фпс. Вот здесь мне больше понравились ультра настройки и высокие. Средние же и низкие сильно урезали качество и не вызывали должного эффекта от игры. Diet Island оказался самым прекрасным на всех настройках. Ультра настройки скакали от 80 до 100. Высокие же показали стабильные 90-95 с небольшим проседом до 70 и доходили до 105. Средние показали стабильные 100 с проседом до 96 и доходили до 120. А низкие держались от 100 до 130. Графика мне понравилась на всех настройках, но наиболее приемлемыми стали средние и высокие. В ультра настройках я не увидела ничего интересного, именно поэтому можно было играть абсолютно на любых настройках графики. Horizon Forbidden West в катсценах на максимальных настройках скакал как очумевший по фпс, однако визуально никаких тормозов и перегрузов я не заметила. Вначале, потом все пошло по одному месту. На максимальных настройках фпс держался с 43 и доходил до 63 максимум. Высокие настройки показали от 58 до 80 фпс, но стабильно держались 65. Средние показали от 85 до 105, стабильно же находились около 93. Низкие показали 86 и не сильно повышались, и вот очень низкие показали стабильные 96 и доходили до 110. Однако все равно падали до 86. Мне лично зашли средние настройки и даже высокие, несмотря на то, что фпс падал до 58. Недавно вышли странные покемоны Pal World. Интересно было узнать, что же там по фпс. А там у нас на ультра настройках показали от 85 до 100. Высокие же от 90 также до 100. Средние от 98 до 110. Низкие стабильные 115, а очень низкие 115 и 120. Играть же мне будет комфортнее на ультра настройках. Resident Evil 4 ремейк с тем самым красивым мужиком, который вот если честно мне вообще не нравится. Визуал катсцен на максималках, конечно, отвал в башке. Никто не спорит. И здесь уже в настройках надо было подбирать качество под доступную память. На высоких игра показала стабильный 70-80 фпс с небольшими колебаниями. Однако в каких-то моментах доходило и до 63. На средних тоже все скакало от 88 до 100. А на низких все 100 с небольшим проседом до 96. Космический ретернл на эпичных настройках показал в катсцене, конечно же, божественные 140 фпс. А в самой игре находился на стабильных 85 и доходил до 90. На высоких показал 90 с небольшим проседом до 75. Низкие же спокойно показывали 100 фпс. Смута великолепная. В общем, я не буду ничего говорить плохого и все такое. Однако случилась небольшая комичная ситуация. По сути, именно смута подтолкнула меня перейти на 11-ю винду. Потому что проект не устанавливался у меня на 10-ю. Ему чего-то не хватало. Я полезла в настройки. Что-то удалила из 10-й винды. И все полетело в ад. И я решила, ой, все, давайте на 11-ю. Казалось бы, я далека от смуты, насколько это вообще возможно. Но даже меня она немножечко заволновала, друзья мои. В общем, что было. На катсценах фпс был около 15-25 фпс. На эпичных настройках и в игре то же самое. Кровь шла из глаз. И я перешла на высокие. Показатели находились от 25 до 30. Но в здании поднимались аж до 80. Однако, как только выходишь на свет божий, то сразу 20. А во время эпичной схватки доходили до 48. В общем, как вы понимаете, американские горки. Опять же, товарищи, игра только вышла. Я бы не ставила точку на проекте, учитывая, что выйдут патчи и все такое. То что давайте все-таки будем более терпеливы. Средние же скакали от 33 до 58. Низкие же показывали стабильные 48 и повышались до 55. Задумка смуты, кстати, была очень интересная. В принципе, было где развернуться. Старфилд, друзья. Слушайте, я после тестов так хотела в него поиграть. Идвощи. Значит, что у нас тут? В принципе, все довольно хорошо. Одна из немногих игр, где вид от первого лица мне пришелся по душе. На высоких игра выдавала стабильные 63 фпс. Небольшим проседом до 55. При том, что визуально, как видите, ничего не глючило. Не скакало и не тормозило. Невероятно плавные движения. И все выглядит, ну, просто потрясающе. В каких-то моментах доходило до 70. В бою падал до 30. Вот здесь я все-таки встану на защиту даже этих несчастных 30. Потому что визуально, вот честно, для меня визуально, если не смотреть на цифры, все выглядело прекрасно. То есть, если не знать, что тут 30, то я бы никак в жизни этого даже не заметила. Средние показали стабильные 55 и доходили также до 78. Я вот, честно, разницы вообще не вижу. Низкие выдавали стабильные 70 с небольшим проседом до 60 и доходили до 80. Причем графика действительно что на ультра, что на низких прекрасна. Меня устроили настройки на всех уровнях графики и в тестах. Это первая игра, где так получилось. Все-таки, что ни говори, а тот Говард и его команда свою работу знают. The Last of Us, мои дорогие, мой любимый, The Last of Us. Максимальные настройки показали стабильные 60 фпс вплоть до 80 на катсценах. А в игре падали до 55. Высокие недалеко ушли и показали почти такой же результат. Падали до 55 и возвращались к 60. И как только заходишь в дом, повышается до 80. Средние же показали от 75 до 83 стабильно. Низкие же 88, 93 фпс. А минимальные, кстати, не сильно-то и повышались. Скорее оставались стабильными около 86. И даже без резких скачков наверх. Играть я бы спокойно играла прямо на максимальных или высоких настройках, так как визуально ничего не дергалось. Force Pokken. Вот на самом деле, друзья, задумка-то очуменная. Я такого вообще не ожидала. Но по фпс, ну, такое. В общем, ультра настройки показали 35-40 в катсценах. Во время геймплея все 30. Высокие же показали стабильные 60, 65 вплоть до 80. Со средними получилась какая-то странная история. Они показали стабильные 45. Очень непонятное волшебство. Низкие же от 70 до 95. Что касаемо графики, то как бы прорисовка локации имела замедленные эффекты. В принципе, я не заметила чего-то вау, что на ультра настройках, что на среднем. Но сама игра меня так привлекла. Музыка в меню необычная и прекрасная. Я надеюсь, что они выпустят миллион патчей и, может быть, пройти с более приятным визуалом. Вот таким образом мы с вами все и протестировали. Посмотрим, что будет в следующем году.